МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Татьяны Блинковой. Вначале коротко о главных темах. Эту зиму мы, наверное, уже здесь точно не будем. Жители аварийного общежития в Солнечном боятся замерзнуть этой зимой. Стены их дома уже давно просвечивают, а переселение лишь снится. Однако в дело вмешалась прокуратура. Это всегда для организма заканчивается плачевно. Прививочная компания в Канске. Вакцину от гриппа пробовали на себе сами медики. Эта осень, по их словам, станет особенно сложной. Внимание! Массовый забег в Канске. Более 400 жителей города решили проверить, на что способны, принять участие во всероссийском мероприятии «Кросснации-2020». И теперь обо всем подробнее. Жители многоэтажек жалуются на холод и сырость в квартирах. Поэтому в Канске решили не ждать, пока средняя температура наружного воздуха опустится ниже 8 градусов и продержится в течение пяти дней. И дали старт отопительному сезону. По распоряжению городской администрации энергетики запустили котлы. С полуночи сегодняшнего дня в домах начали уже теплеть радиаторы. Однако у некоторых отопление может появиться не сразу, рассказали в мэрии. Отпущено три дня управляющим компанией, ресурсоснабжающим организациям, чтобы они вышли на режим. Никто их не торопит. Если вы видите на улице погода, сегодня тепло, и очень даже тепло. И, в принципе, по данным синоптикам будет такая же погода еще завтра. Поэтому тихо и спокойно. Управляющие компанией подключат дома, устранят какие-то там неполадки, завоздушивание и так далее. В течение этих дней для того, чтобы полноценно начать отопительный сезон 2021. Власти не стали ориентироваться на температурный режим в этом году из-за благоприятного прогноза погоды на ближайшую неделю. Днем температура воздуха на улице будет все еще по-настоящему летняя, а вот ночью заморозки. Льет, как на улице, по коридорам бегают крысы, а через дыры в стенах видно соседний дом. Жильцы бывшего общежития 55-5 в Солнечном боятся, что не переживут еще одну зиму в таких условиях. Дом давно признан аварийным, да только расселять людей власти планировали не раньше декабря следующего года. В дело пришлось вмешаться прокуратуре. Анастасия Амосина расскажет подробнее. Эту зиму мы, наверное, уже здесь точно не выживем, потому что туалет на втором этаже течет с потолка. Мы будем просто кататься по льду. В условиях полной антисанитарии приходится мыться жильцам этого бывшего общежития ВАИ в Солнечном. Так здесь выглядят ванные комнаты. Кругом страшная сырость. От нее стены покрываются плесенью и грибком. Все вот это сырость идет. Прямо аж по стенкам и по дверям везде. Мне целыми днями обогреватель. И зимой также. Батареи в тот год очень плохо. А поза тот мы вообще плавали в тумане. Что творилось. А как я, я говорю, я вот сас мои ноги, я таких условий не знаю. Было бы некуда бежать, я так убежала. А уйти некуда. Вот и приходится людям мириться с нечеловеческими условиями. Заброшенные комнаты общежития, как кадры фильма про зону отчуждения. Эти стены, кажется, пережили все. И пожары, и потопы. А это, если так можно сказать, сердце этого дома. Бойлерное. Вот так выглядят коммуникации. Этой весной ржавые трубы прорвало и горячей водой залило весь первый этаж. Прослужат ли они еще хотя бы год? Неизвестно. Жилищники от многострадального дома отказались из-за нерентабельности. Оно-то и понятно. Из почти двух сотен комнат заняты только порядка десяти. Остальные обитатели этого дома временные. К слову, они-то в основном и усугубляют и без того плачевный быт жильцов. Это вот кто здесь жил, а с ноги зашедшие. То есть они все оставили здесь, все бросили. Пожили, все уханькали, все разбили, выбили стекла и ушли. Терпеть такое соседство и жить в страхе, что в любой момент потолок или стены обрушатся, люди устали. Написали в прокуратуру. Надзорные органы провели проверку. Оказалось, постановление на расселение дом значится только на 2021 год. Прокурор подал иск в суд. Срок расселения до 1 декабря 2021 года слишком длительный и невозможный, так как уже на сегодняшний момент существует реальная угроза обрушения дома, что было установлено совместной проверкой с прокуратурой, со службой строительного надзора. Каннский городской суд удовлетворил иск прокурора и общежития бывшего военного городка закроют до 1 декабря этого года. Куда переселят жильцов, пока вопрос открытый. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. В Канске началась прививочная кампания и первыми себе поставили вакцину против гриппа сами медики. Эпидемиологи говорят, в этом сезоне это как никогда актуально, потому что вероятнее всего подъем заболеваемости гриппом будет сопровождаться коронавирусной инфекцией. Я только что на ваших глазах поставил прививку себе, до этого я поставил прививки своим детям. Это я считаю прямо обязательно, это наш вопрос с учетом последних пандемических действий, это даже вопрос выживания. Потому что сейчас, когда начнется подъем роста гриппа, а коронавирус никуда не исчез, и всегда, когда несколько инфекционных агентов встречаются в организме, это всегда для организма заканчивается плачевно. Мы очень активно начали прививать декретированные группы, то есть это медики, а также очень активно прививаем людей старше 65 лет. Почему? Потому что люди имеют, как правило, хронические заболевания, и иммунитет против гриппа им надо сформировать. Вакцинация детсадовцев и школьников тоже началась. С 1 сентября ее прошли уже более 300 детей. Всего же порядка 11 тысяч вакцин поступило в Канск в рамках прививочной кампании этого года. Пока остались непривитыми около 2000 человек. Для того, чтобы поставить прививку, нужно обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства, либо ставить заявку через колл-центр. Три жителя Каннска с лабораторно выявленным коронавирусом поместили на койке межрайонного госпиталя за выходные. А с начала эпидемии в нашем городе таких 368 человек. Большинство из них уже выздоровели и продолжают жить обычной жизнью. Тем временем Красноярский край сегодня преодолел порог 19 тысяч случаев заболевания COVID-19. Канск в этом рейтинге на седьмом месте, а Каннский район на 32-м. Первый по количеству зараженных в списке краевая столица. Там с начала пандемии зафиксировано 8 990 случаев коронавируса. На втором месте Северо-Енисейский район с показателем 1336, в котором была зарегистрирована вспышка коронавируса на предприятии. Третьим идет Ачинск, в котором показатель заразившихся перевалил за тысячу. Что же касается ситуации сегодня, то всего за сутки в крае выявили 101 случай заболевания коронавирусом. Большинство из них в Красноярске 23 и Ачинске 14. В Канске же за сутки не выявили ни одного заразившегося. Перед тем, как уйти на рекламу, покажем блок коротких новостей. 15-летний подросток из Канска отправился на машине отца в Красноярск и попал в ДТП. В Уярском районе он не справился с управлением и перевернулся. Пострадал его пассажир и вдруг получил серьезные травмы. Сообщается, что малолетний водитель был крест. Начался ремонт молодежного центра. В рамках контракта до конца декабря подрядчик должен будет выполнить работы по преображению фасада, крыльца, а также помещения первого этажа. Мост через реку Тарайка уже несколько дней перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Там продолжается ремонт. Рабочие успели заменить прогнившие балки и приступили к укладке верхнего настила. Движения по переправе должны открыть сегодня до полуночи. Месячник по уборке и благоустройству Канска в самом разгаре. До 14 октября жителям города, а также руководителям предприятий вне зависимости от форм собственности рекомендуют уделить особое внимание уборке прилегающей территории. Обещают привести в порядок зиме парки, скверы и другие общественные места. Сразу после короткой рекламы расскажем о том, как пожарные подготовили жителей частного сектора к безопасному зимнему сезону. А также о том, сколько любителей ЗОЖ приняли участие во Всероссийском дне бега в Канске. Не переключайтесь. Аптово-розничная база «Гобис» приглашает за покупками рагу от 65 рублей. Здесь представлено мясо от российских производителей. Свинина на кости от 180 рублей. Еженедельные поставки мяса, колбас и полуфабрикатов. Ребра от 165 рублей. Широкий ассортимент охлажденного и замороженного мяса и мясных деликатесов. Шея без кости от 315 рублей. Индивидуальный подход и гибкая система скидок. Комсомольская 1А, строение 2, база «Гобис», остановка «Комсомольская», маршрут автобуса 21. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Если в многоэтажках отопительный сезон еще только начался, то в частном секторе Канска жители уже давно топят печи. Как не допустить пожар? Об этом накануне рассказывали сотрудники МЧС. Наша съемочная группа присоединилась к профилактическому рейду. Моя коллега Валерия Черных расскажет подробнее. Ежегодно с приходом холодов увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. С такой беспечностью граждан борются пожарные. В рамках профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пожаров в частном жилом секторе, сотрудниками 27-й пожарно-спасательной части проводится рейд по частному жилому сектору. Основное внимание уделяется основам пожарной безопасности, поддержанию придомовой территории. В целях предупреждения пожаров в осенне-зимний период в частном жилом секторе сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводят разъяснительную работу с населением. В этот раз пожарные побывали на улице Идемана. Особое внимание во время рейда было уделено семьям, где проживают малолетние дети, а также люди пожилого возраста. Пожара еще не было. У вас следят за этим? У нас следят, но это вот бабушки привезли, это приедут и по это самое. Нет, у нас следят. А пожара в таких случаях не было? Нет, на нашей улице пока не было. А вы сами чем-то любите? У вас печка гордилась? У нас печка. Мы привозили нам, мы сразу распилили, сразу убрали. Вы соблюдаете все правила? Да, мы соблюдаем. А бонусом к профилактической беседе стала памятка по пожарной безопасности. Ее раздали абсолютно всем участникам. Валерия Черных, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Более 400 жителей Каннска приняли участие в массовом забеге «Кросснации-2020». Несмотря на дождливую погоду, в прошедшее воскресенье приверженцы спортивного образа жизни вышли на старт. Что стало для них мотивацией, расскажет Денис Шабуров. Стартуют все. В Сосновом Бару уже традиционно в начале осени жители Каннска собираются вместе на Всероссийском Дне Бега. «Кросснация» объединяет людей разных возрастов, и победа здесь не главное. Главное – испытать свои силы. Среди участников есть профессиональные спортсмены, биатлонисты, атлеты, но в основном на такие старты выходят любители. Дистанция была несколько, самая большая – 8 километров. Максим Толстухин уже в очередной раз финиширует на ней первым, однако отмечает, что с каждым годом делать это становится все сложнее. И дело здесь не только в погоде. «Петстартам было волнительно, бежать, все-таки такая дистанция 8 километров большая. Ну да, как дождь прошел, остались лужи, как бы трасса такая, там земля, грязь бежать было сложно, иногда подсказывался. В прошлом году конкуренция чувствовалась сильная, и в этом году конкуренция сильная чувствовалась. Бонус отмечает, что с каждым годом она все растет и растет». Вышли на старт в этот день и мои коллеги – журналисты пятого канала Анастасия Мосина и Валерия Черных. Девушки достойно преодолели испытания. Их дебют оказался весьма ярким, как и сами впечатления. «Это самые классные, наверное, эмоции, которые я испытывала, несмотря на дождь, все удалось и очень классно. Бег объединяет, и вообще настроение прям супер, соперники подбадривают, и я думаю, что мы вообще первый раз пятым каналом принимаем участие в «Кроссе нации». В следующем году примем большим составом, правда, Саша? «Бежали участники от 7 до 70 лет. Самый возрастной в этом году как раз отпраздновал свое 70-летие. Владимир Расыпчук – постоянный участник массовых кроссов и забегов на лыжах. В этот день ему удалось занять второе место. Говорит, результатом более чем доволен». «Бегом я начал заниматься с армии. Это с 1971 года. И до сих пор бегаю, любительским бегом, кроссами занимаюсь. Мне нравится. Это мой экзаменационный день». Не обошлось, конечно, и без неприятных моментов. Однако столкнулись с ними лишь организаторы мероприятия. В целом же, как они рассказывают, кросс удался, ведь участников было много – более 400 человек. «Министерство спорта, куратор вот этих соревнований, очень скупо, так сказать, поделилась сувенирной продукцией, то есть номерами. Их всего было выделено 200, но фактически участников было в два раза больше». Чтобы получить медали и грамоты, как оказалось, не нужна специальная подготовка, спортивные разряды и достижения. Важнее – иметь желание и упорство. Это и доказали участники кросса нации. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. На этом наш выпуск завершен. И напоминаю, что новости 5 канала вы также можете смотреть и в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 11 и 19 кнопках. В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин